Эти всякие новости слушать, смотреть эти фильмы дурацкие. Артисты все обладают огромной силой, влияния на сознание. У них сила такая, понимаете? Эти певцы тоже такие, очень известные. У них очень много силы. Они влияют очень сильно на сознание. Жизнь невозможно повернуть назад. И все такие... И время не на миг не остановишь. Да? Это же из священных писаний фраза. Сразу притягивается сознание. А дальше своя песня пошла. Но необъятна ночь, и одинок мой дом. Еще идут старинные часы. Понимаете? Ну, ты мой эту муру все слушай. Классическая музыка — это благостная музыка. Она берет высокие эмоции уже. Благостная музыка. Есть церковная музыка, это духовная музыка. Есть благостная, классическая. Также благостная музыка — это патриотические песни благостные тоже. Или песни о детях, допустим, о родителях, о любви между людьми, между матерью и ребенком. Даже о чистой любви между мужем и женой. Там темная ночь, только пули свистят хвостей. Верю в тебя, дорогую подругу. Я не жалею ни о чем, осел фундамент крепок дом. А то, что создан над трудом, то мне дороже. Да? Это благостная музыка. Пройду по Абрикосовой, сверну на Виноградную. И на тенистой улице я постою в стене. Над Сапун горой стоит тишина. Над Малаховым курганом сны. Будто не было войны, но война. Отголоском стала той тишины. Да? То есть это благостная музыка все. Благостные песни. Тоже могут быть популярными. Но они дают чистые чувства в сердце. Теперь страстные песни. Зачем не знаю? Я детским голосом пою. Зачем не знаю? Ага. Спит передорожная трава. Светки Соколовой день рождения. И сегодня 30 лет. Я несу в подарок поздравления. Красивый розовый букет. Розовые розы. Сразу фотографируйте. У меня в гороскопе. Когда я корчится, начинаю все сразу. Потом в интернет выставляю. Олег Геннадьевич. Это страсть. Невежественные песни. Хриклым голосом поются таким. А белый лебедь на пруду. Они всегда, смотрите. Невежественные люди, они скорбят всегда о прошлом. Страстные верят в будущее. Благостные поют о настоящем. О своих чувствах настоящих. Ну, как о совести поют. И так далее. Невежественная песня. Роняет павшую звезду на том пруду, куда тебя я приведусь. Да? Страстные песни о будущем. Птица счастья с завтрашнего дня. Прилетела крыльями свиня. Выбери меня, выбери меня. Птица счастья с завтрашнего дня. Люди страсти верят в будущее. Вот выучусь, тогда будет хорошо. А сейчас тяжело. Выучился. Вот устроюсь на работу, будет легче. Устроился на работу. Вот буду мастером, тогда будет. Вот стал мастером. Вот построю, куплю квартиру, будет хорошо. Купил квартиру. Вот детей в институт поступят, тогда будет нормально. Сейчас с Пашем поступили в институт. Вот внуков воспитаю, оп, и умер. То есть люди в страсти, они не живут частью, частью нет. Они пашут, как ишаки, для будущего все время живут. Самая лучшая песня не спета, самая лучшая девушка, где ты? Все еще впереди, все еще впереди. Это страсть, понимаете? Страсть. А благость — это чувства глубокие, нравственные чувства. Духовная музыка, классическая музыка. Это благость. Вот то, что надо в себя погружать. Чем бы человек ни связывался со своим сознанием, таким он и становится. Слушаешь Аллу Пугачеву, становишься киркуровым, 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 пугачевым, пугачевым. Ну то есть чем бы ни связывал человек свое сознание, таким он и становится. Это законно. Благостные песни про детей. Спят мои усталые пани, спят мои китовые кагани. Или детские песни тоже благостные, которые раньше были. С чего начинается Родина, с картинки в моем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. Олег Геннадьевич, диссертация. Помогите, пожалуйста, может чуть-чуть, чуть-чуть что. Знаете, почему люди так пишут? Потому что не верят, что я пойму. Много пишут, не верят, что я пойму. Вкратце, если написать. Может чуть-чуть что, не по его или небольшой конфликт сразу отстраняется. Может неделями отстраняться. Специально перестает есть дома, уходит спать в другую комнату. У нас два маленьких сына. Муж в их воспоминаниях и жизни семьи не участвовал. В воспитании. Я для мужа, видите, вот смотрите, то есть он козел. Как выслит человек в страсти. То есть описание мужа. Муж козел. Вот теперь про меня. Я для мужа стараюсь очень сильно. Во всем угодить. Боюсь, ему плохо настроение. Всегда подхожу мириться первое. Беру всю вину на себя. А он теперь опять про него. А он будто привык и манипулирует этим, зная, что я не выдержу вражды и подойду. Теперь про меня. Я хочу, чтобы у нас была крепкая, дружная семья. В отличие от него. А теперь про него. А он очень часто говорит такие слова. Мне все равно. Что хочешь, что и делай. Не справляешься с детьми. Обращайся к бабушкам и так далее. И вот так уже четыре с половиной года. Как прекратить такое поведение мужа? Мужа. Как изменить ситуацию? Видите, мы мужа меняем ситуацию. А кого надо менять? Может, на нем лежит отпечаток прошлых отношений? Может, его бывшая дура-то виновата? Которых бывшая девушка изменила ему после ссоры. А я хорошее. Вот это и есть страсть. Вот я вам сейчас описал состояние человека в страсти. Он искренне верит, и так он чувствует жизнь. Не то, что он так вот придумал. Он так искренне чувствует жизнь, что вокруг все козлы, а я хорошее. Почему? Потому что женщине свои недостатки увидеть очень сложно. Так и мужчине свои. Понимаете, вот разбор полетов. Само это настроение, вот эта женщина, вот это само настроение. Ты виноват передо мной. Не я улыбаюсь тебе. И я улыбаюсь тебе. И я улыбаюсь тебе. Помните, да? Альбернесс. Не я улыбаюсь тебе, а ты виноват передо мной. Вот само это настроение, оно уже колбасит. Мужчина уже колбасит от этого. Понимаете, женщина, она психоз создает не словами, а своим настроением. Ей не надо ничего говорить. Вот если женщина мужчине не доверяет, вот не доверяйте мне. Не доверяйте так. Вот, все, у меня уже колбасит, все. Я буду себя вот так вести, буду ходить там. Потому что женщина действует психически, мужчина как бы реагирует. У женщины горячая природа, у мужчины холодная, он реагирует. У женщины обижена она мужа, она не может победить обиду. Мужчина начинает его колбасить. Видите, я с противоположной точки зрения сейчас объясню. С той, с которой женщина должна воспринимать мид. Это не значит, что она во всем виновата. Это второй вариант страстных людей. Я во всем виновата, вообще лучше не жить. Видите, то есть или я виноват, и лучше не жить, или не я виноват, и надо что-то делать, раскаиваться, а я виноват, и лучше не жить. Или он виноват, и мне надо жить, но без него. Видите, все это означает только одну вещь. Я не хочу работать над собой. Вот все, что угодно. Теща виновата, прошлые отношения виноваты, он виноват, я не виновата. Или наоборот. Я во всем виновата после лекции, они все не виноваты, все, надо вешаться. Это означает нежелание трудиться, лень. Лень души, это все означает. Лень души. Душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь. Держи лентяйку в темном, черном теле, не спускай с нее узды. Понимаете? То есть идея в чем заключается? В том, что душевных сил не хватает понять все, как есть на самом деле. Женщине очень трудно понять ситуацию в своей личной жизни. Точно так же, как мужчине. У каждого своя колокольня. Вот если сейчас взять, вот, допустим, я переворачиваю концерт и начинаю с позиции того мужчины мыслить, который вот так себя ведет. она меня уже достала своими нороучениями. Буду держаться от нее подальше. Она мне, допустим, говорит, давай вот так будем с тобой разговаривать. Я ей отвечаю. Я уже от всего устал. Можешь говорить все, что угодно. Потому что, смотрите, женщина же пилит. И причем она влияет на эмоции очень сильно. Вот, допустим, я вот знаю, что когда меня жена подводит, такой за ручку подходит, мне говорит. Пойдем поговорим о жизни. Ты же сам говоришь в лекциях надо устанавливать близкие отношения. У меня уже колбасик начинает. Потому что, когда женщина начинает эмоционально давить, то у мужчины сердце не выдерживает этого. Плохо от этого становится. И хочет сказать что-то грубое, чтобы только отстала. Потому что очень тяжело выносить вот это давление. Ты понимаешь, как ты меня обижаешь. Записка мужчины. Такая же большая. Читает. Олег Геннадьевич, помогите, пожалуйста. Начинается все то же самое. Жена, что не по ее, сразу обижается. И пытается выяснять отношения. Мне приходится держаться от нее подальше. И молчать неделями. Или уходить в другую комнату, иначе постоянно видеть это обиженное лицо невозможно. У нас два маленьких сына. Жена постоянно упрекает меня в том, что я не участвую в их воспитании. Хотя я их люблю, но не могу как женщина постоянно трепаться рядом с ними. Когда нужно, я озабочусь о них. Но я не могу бегать за ними, как она, и постоянно. Ну, я по-другому немножко их воспитываю. Она постоянно считает, что их не воспитываю. Я для нее стараюсь сильно очень. Потому что постоянно работаю, приношу ей деньги. Она этого не замечает, привыкла уже. Я не могу подходить каждый раз и мириться с ней первой. Потому что мне очень тяжело потом выслушивать ее эти все обиды. Она как будто привыкла к этому. И, зная, что я буду отстраняться, постоянно мне об этом намекает. Я хочу, чтобы у нас была крепкая и дружная семья. А она очень часто эмоционально выводит меня своими обидами и глупостями. И говорит мне, что ты очень равнодушный. Постоянно тебе все равно. И так далее. Мы в браке состоим 4,5 года. Как прекратить такое поведение жены? Люди говорят, что люди в страсти живут в двойственности. Что такое двойственность? Эта двойственность – это когда человек вообще не видит другую сторону медали. Он варится только в своей калоши. И он вообще не понимает характер близкого человека. Вообще даже близко. Почему? Потому что человек в страсти, он настолько поглощен своими обидами, своими разочарованиями, что это состояние оскверняет отношения и не может сделать гармонию. Когда мужчина с женщиной, просто женщина простила мужу, седла рядом с ним и начала просто спокойно. Мой дорогой, неужели вот все, как Олег Геннадьевич сказал, я действительно тебя вывожу своим напряжением психическим? И если он действительно будет как бы спокойно себя вести, потому что они оба в страсти, он скажет, да, вот всю жизнь мне так тяжело с тобой, мне приходится уединяться, потому что ты же воздействуешь на меня психически очень сильно. И так далее, понимаете? И вот эта идея постоянно поменять близкого человека, это идея страстных людей. Потому что страстные люди, они не знают, что они греховные. Они считают себя хорошими, все люди в страсти. Греховные мои близкие, я хороший человек. Они близкие, они греховные. А когда человек из страсти переходит в невежество, он вообще думает, оказывается, и мои близкие хорошие, и я хороший. Нас просто сглазили соседи. Это уже невежественная идея. Или страна у нас плохая. В Красноярске живем, поэтому вся фигня и началась. Город плохой. Это уже невежественная идея. Страстные идеи виноваты мои близкие. А невежественные это глобальные какие-то. Или нами управляет мировая мафия. Десять человек всю экономику взяли на себя и мучают весь народ, скоты. Кто бы их расстрелял из автомата, там, приехал в Англию. Понимаете? То есть идея в чем заключается? Что есть благостные идеи, есть невежественные, есть страстные. А что такое благостные идеи? Лев Толстой давно всем сказал. Он говорит, самый лучший способ настроиться на то, чтобы сделать мир в своем сердце. И тогда весь мир перевернется для тебя. Понимаете? Мудрейший, мудрейший человек. Как это работает, я вам сейчас объясню. Это объяснено в Священных Писаниях. Когда человек начинает над своим сердцем работать, он в глазах видит чистоту. В близких людях начинает замечать хорошее. Начинает раскаиваться в том, что он плохо себя ведет. Он видит в себе недостатки, а не в других. Если кто-то не так сделал, он себя винит за это. И он всегда счастлив, потому что он видит только благодарные лица перед собой. А если кто-то не так себя ведет, он просто как бы понимает, что человек что-то недопонимает. И не общается с ним слишком близко, не трогает его. Потому что благостно человек не привязывается к людям, он только служит. Непривязанный человек, он спокойно ко всему относится. А страстные люди, так как они ищут счастья от близких, они привязываются очень сильно друг к другу и в зависимости находятся друг к другу. Вот эта женщина почему так сильно страдает? Потому что у нее сильная связь с мужем. Связь какая? Она зависит от его настроения. Представьте вот женщине, как жить, если мужчина уходит на целый день и молчит. Это уже ужасно. Она хочет жить в отношениях женщины. Она не может терпеть вот этого, понимаете? А он почему молчит? Потому что мужчине нужен покой в доме. А женщина, если постоянно обижена, она не выдерживает этой нагрузки психически. Ему легче одному быть, чем с такой женой. Понимаете, почему вот так все происходит? Потому что люди все в страсти живут только для себя. Они тотальные эгоисты. И сами об этом, кстати, не знают. Они искренне считают себя хорошими. Я вот с Олегом Геннадьевичем всю жизнь не для себя живу. А человек, который всю жизнь не для себя живет, никогда не хвалится. Никогда не говорит «я, я». Он очень скромно себя ведет обычно. Не сильно себя считает крутым. Благостный человек себя считает грешным. Страстный человек себя считает праведником. Неверственный человек себя считает Богом. Чего ты тут пришел, за стол сел, начал нам гнать? Кто ты такой вообще? Какая система? Что делать? Надо со святостью свои отношения устанавливать. С чистотой человеческой. Когда человек с чистотой контактирует, сердце очищается. Все постепенно. Вот этот концерт начинает скрываться. Мы начинаем видеть, как люди друг к другу относятся и так далее. То же самое даже, кстати, в бизнесе, в управлении фирмой. Тоже постоянно враги. Враги кругом. Эти мешают, те мешают. Ты просто собери всех. Начни людям служить своими словами. Общаться с ними, разговаривать. Слушать их мнения. Просто у них там, конечно, бардак. Они не знают, как правильно делать. Но ты их просто выслушай всех. И они тебя начнут уважать и разрешат тебя управлять фирмой. Ну просто собери их, послушай. Ну сделай так, чтобы все сердца открыли. Может быть, они поймут, как правильно все делать уже. Просто потому, что они выскажутся. Почему мы не хотим их слушать? Нет, это неправильно. Это неправильно. Потому что мы идею ставим выше человека. Страстный человек. Идею ставить выше человека. Религиозные фанатики. Всех расстрелять. Наша вера лучше. Видите, идея выше человека. Или просто люди категоричные. Эти плохие, эти плохие. Мы хорошие. Идея выше человека. Почему мы хорошие? Потому что мы знаем, как жить. Понимаете, идея выше человека означает страсть, благость. Человек выше идеи. Мы всегда стараемся человека понять прежде всего. Неважно, какие идеи он говорит. Неважно. Главный человек. Страсть часто под личиной благостью скрывается. Мясо перестал есть, начал гордиться собой. Все мясоеды, козлы. Все то же самое фактически. Только уже без мяса. Или там веру какую-то принял. Там два пальца, не три. Всем два. Вот. Или наоборот три. Все остальные там. Мракобесы. Это страсть. Под личиной веры уже. Понимаете? Благость, она человека ставит выше. У меня есть своя вера. Но я люблю людей. Я хочу, чтобы они все были счастливы. Кто-то верит так же в Бога, как я. Кто-то не так. Я уважаю чужие веры. Я хочу их понять. Мне их трудно понять, потому что не моя вера. Но я пытаюсь. Какие-то крупицы знаний об этом я получаю. И я счастлив, что у меня есть образованность в этом вопросе. Также я хочу понять своего близкого человека. Потому что близкий человек — это неизведанная область совсем. Чем ближе человек, тем больше тайна, кто он такой. Почему? Потому что близкие отношения увеличивают привязанности. А привязанности увеличивают слепость. Когда я привязан к человеку, что я в нем вижу? Только то, что меня наслаждает. И то, что меня угнетает. Все. Я не вижу личность. Я вижу только то, что со мной связано. Этот человек грубит — все, он грубый. Этот человек относится ко мне — все, он ласковый. А его психику я не знаю. Все, что за этим вот рычагом находится, я не понимаю, не вижу, не знаю. Понимаете? И когда кто-то мне говорит, а у тебя добрый муж, ты откуда взяла-то? Ты с ним жила? Да он по-доброму со всеми разговаривает. Да? Поживи, узнаешь по-доброму или нет. Понимаете? То есть вот полная, вообще полная безмозглость создается из-за привязанности. Все вот эта сила, я хочу наслаждаться кем-то. Это страшная вещь. Она сразу разрушает знания об этом человеке. Люди живут друг с другом по 10 лет, не знают друг друга. Потом они чуть-чуть отвязались друг от друга. Встретились через 5 лет. Поговорить просто. Блин, Бог ты мой. Ведь я ведь не знал, что ты такой человек. А я не знал, что ты такой человек. Может, давай начнем все сначала? Нет. Что-то страшно. Начни сначала. Пусть не везет подчас. Не верь отчаянию. Я говорю про семейные отношения в семье. Влюбись, как в первый раз, свою жену. Понимаете? То есть надо понять, что благость вот это, когда мы... Спасибо вам большое. Спасибо. Благость, когда мы понимаем, предполагаем, что я неправ. Страстные люди даже не предполагают, что они неправы. Благостный человек, когда ему больно, должен предполагать, что я неправ. Это человек страсти, он не может терпеть боль, потому что духовной силы не хватает. Нет молитвы, нечем наполнить свою чистоту, себя чистотой. Почему страстный человек не принимает? Потому что нет внутри счастья. Чем больше внутри счастья, тем легче прощать обиду, боль. Боль ложится на счастье, легче жить. Когда обиженного человека выслушал, может быть, он прав. Надо поговорить с ним в спокойном состоянии. Не как сейчас. Потому что в спокойном состоянии можно выяснить истину. И начинаешь спрашивать, а почему ты так думаешь? Почему так? Может быть, это так. А может быть, это так. И постепенно истинно вскрывается. Понимаете систему? Но вот это такое по душам от общения. Только в благостной среде возможно. Вот если есть алтарь дома, освященная пища, духовная музыка, тогда можно такую речь вести. Потому что, когда речь начнется, привязанности начнут колоть. Все равно эмоции у женщины вспыхнут. У мужчины это грубость, твердость. И так. Начнет по сердцу бить. По мозгам. Женщине по мозгам. Мужчине по сердцу. И когда звучит духовная музыка параллельно, человек в этот момент настраивается уже не на разговор, а на духовную музыку. И раз, опять полегчало. Продолжаем разговор. И постепенно вот эта волна грязи уходит, и начинается нормальная беседа. Но если один человек в благости стремится, а второй в страсти находится, беседа все равно невозможна, потому что он второй начнет обвинять, мучить, колоть, бить. Поэтому даже она не нужна. Если вы хотите случшить отношения, просто занимайтесь духовной практикой дома. Постепенно атмосфера будет чище, и человеку будет спокойнее. Вот как близкому человеку становится спокойнее? Просто ты молишься, а ему спокойнее. Потому что люди живут в сердцах. Так, мое сердце и его связаны друг с другом очень сильно, даже если я об этом не знаю. Вот женщина вот с волосами, да, на втором ряду, да. Вы сейчас связаны с человеком, с одним, которому очень больно. И вам тоже больно от этого. Да, я его чувствую. Но когда вы смотрите на меня, так как я молюсь каждый день, и мне не больно сейчас, я испытываю счастье от отношений с этими глазами, много глаз любимых. Ему тоже сейчас меньше больно. Понимаете, когда люди строят правильные отношения, то боль у всех уменьшается сразу. Потому что истина в любви. Человек живет для любви, для настоящей. Настоящая любовь — это служение. Настоящая любовь — это служение. Когда мы слушаем друг другу, то боль вся останавливается в наших сердцах. А мы связаны со всеми родственниками. Даже собачка, которая там, допустим, у кого-то умирает, она тоже связана с нами. И испытывает спокойствие, если мы молимся. Поэтому, понимаете, единственный выход в этой жизни — это связывать себя с чистотой человеческой. Вот такие разговоры, как мы сейчас ведем, возможны только в благостной среде. Почему люди не находятся в таких беседах? Потому что очень мало людей хотят передавать эту благость. Часто люди создают религиозные какие-то группы, и они замыкаются в этом общении. Им хорошо, и они никуда не лезут. Дичают чуть-чуть. Человек должен быть членом мира. Он должен быть человеком общества. Он не должен быть дикарем. У меня есть своя вера. Я никогда об этом не говорю. Я хочу, чтобы люди научились понимать, как правильно жить. Кем бы они ни были, где бы они ни были, как бы они ни жили, не имеет значения. Потому что все люди по факту, по сути, они одинаково хорошие. Просто людям не хватает знаний, и все. Почему мы колем друг друга? Потому что мы не знаем, как жить просто. В этом причине. Не потому что мы враги. Надо нас расстрелять, там кого-то повесить. Просто мы не знаем, как жить, и все. В этом проблема. Нет врагов здесь. Есть только знания и невежество, и все. Скажите, пожалуйста, как сохранять позитивный настрой? Я об этом только и говорю. В жизни постоянно сталкиваемся с жестокостью, ложью и так далее. Многим хочется помочь. Это хорошо. Это правильное состояние. Но надо понять, что жестокость, вся эта ложь идет от того, что у меня сердце сначала изнутри, из глубины психики человека, которую он себе не знает. Идет посыл на это, а потом идет ответ. Даже я не знаю, когда начинается, ко мне на меня пуча какая-то. Я даже не знаю, откуда это пришло. Но в молитве я начинаю чувствовать, где из сердца у меня вышло, что вот такое началось. Я начинаю раскаиваться. Прежде всего, человек должен признаться, что он виноват. Если на него начинать, то-то гнать. Надо сказать, да, я виноват. Если сразу успеешь, когда на тебя начинают нападать, сразу останавливается ситуация. Сразу легче становится. Не успел, больно стало, обиделся. Отойди, помолись, успокойся. Продышись, победи судьбу. И тогда ты поймешь, что человек просто помогает тебе выполнить твою судьбу. Если я просыпаюсь, девушка, в 3.34 утра, но при этом вставать лень. Нужно ли вставать? Любой девушке лень вставать. Почему? Потому что женское тело очень расслаблено по природе. Оно очень мягкое, расслабленное. Потому что оно женское тело, не мужское. Очень расслабленное, спокойное, самодовольное такое тело. Счастливое. В энергии любви оно купается, женское тело. Кровать – самое любимое место в доме и кухне. Там, где энергия любви – это самые любимые места. Легла все, как приросла кровать. И в 4 утра надо вставать. Послушал этого очкарика. Теперь в 4 утра надо вставать. А я же женщина. Не понимает просто это. Но если все-таки, тем не менее, как бы вы решили все-таки вставать в 4 утра или в 5, то в этом случае я дам вам несколько советов. Первый совет. Поставьте в будильнике самую вдохновляющую вас духовную музыку, желательно со словами святого человека. Иногда люди вдохновляются, ну, каким патриотическим песням. Я знаю одного человека, он с утра как встает. У него такой хор такой поет, сильный хор такой. Вставай проклятием заклеменный. И он такой раз. Встает. Встань пораньше, встань пораньше, встань пораньше. Встал. Или такое. У меня колокола. Вот у меня там в Apple есть колокола, там перезвоны такие колоколи. У меня это включил, мне нравится. Там тынь-день-день-день-день. Пошла служба. Встаю, надо службу вести. Встаю. Духовная музыка. Вдохновение.